Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синева 2. Хочу поблагодарить вас всех за ваши комментарии вот под этим моим последним роликом. Теперь вы, конечно же, знаете, каким аналитикам нужно и можно доверять. Поэтому не продавайте свои монеты призм дешевле, чем вы их купили, чтобы не зафиксировать свои убытки. Ну а в этом ролике я постараюсь еще больше подкинуть вам позитива. С доказательствами того, что технология блокчейна призм наконец-то нашла поддержку, я бы сказала, даже в очень серьезных кругах. На канале Турова появился трехминутный анонс, в котором Туров приглашает всех желающих на обучение для получения знаний по криптовалюте для начинающих криптоэнтузиастов. Тема крипты потихоньку становится все более популярной, и мы запускаем один курс криптоэнтузиаста Владислава Цоя. Он будет запущен вот уже там сразу после этого выхода этого ролика. И Владислав Цой рассказывает в этом курсе об истории денег, что такое криптовалюта и каковы ее перспективы. Он рассказывает об идеологии криптовалют и о криптосообществах, про блокчейн и типы криптовалют, про ноды, сетевые узлы, CoinMarketCap, биржи типа участников крипторынка, трейдеры, холдены, майднеры, разработчики, Какими владениями монетами можно владеть, типа хранения, вход и выход из криптовалюты, как безопасно купить, продать, где и как это делается. Ну и естественно о безопасности, цифровой гигиене. Для тех, кто хочет войти в эту тему. А уже затем следующий курс будет запущен тоже в продажу. Это мой курс, но уже в части, касающийся всей юриспруденции, потому что у нас на территории России это легализовано. Как владеть, с точки зрения закона, когда уведомление подавать, когда не подавать, когда платить налог, не платить налог, на каком режиме можно работать, на каком режиме нельзя, какая отчетность, короче там много-много-много всего. Мы вместе это делали, такая совместная работа получилась. Надеюсь, курс будет полезен, мы постараемся сделать его не очень дорогим, так что он был доступен для каждого. На заметку для тех, кто не знал Владислава. Владислав Цой, молодой, энергичный человек, который на протяжении нескольких лет продвигает блокчейн-технологии с криптомонетой призм. Надеюсь, вы понимаете, что чтобы попасть в команду Турова, а еще и в совместный с ним проект, нужно быть очень эрудированным в этой области и обладать широкими знаниями. Не секрет, что Цой напрямую связан с Юрием Майоровым, а Майоров, в свою очередь, связан с разработчиками призм. Теперь вы понимаете, каким образом у Турова появился пакет с полной документацией о блокчейне призм. Уже через пару месяцев после вот этого часового стрима между Туровом и Вячеславом. Ссылку на полный стрим я выложу под этим видео и советую вам внимательно прослушать его целиком. В этом стриме Туров и Цой раскрывают нам глаза на то, что криптовалюта уже в ближайшие годы войдет в обиход каждого. Хотим мы этого или не хотим? Слушая их, невольно понимаешь, почему нас не обучают в этом направлении. Ведь безграмотным легче вешать лапшу на уши. В любом государстве очень нужны и те, кто будет пахать и сеять, строить и стоять в три смены у станка за мизерную зарплату. Безграмотных должно быть больше, потому как черные и грязные, тяжелые, малооплачиваемые работы во сколько хочешь. А вот кресла и офисы давно все заняты. А я сейчас вам поставлю еще кусочек нарезки из этой встречи. Потому что кто бы что ни говорил про цифровые валюты, я имею в виду в данном случае криптовалюты по системе блокчейн, потому что наш ЦБ собирается свою цифровую валюту выпустить, он будет единственным эмитентом. Нет, я вот не об этой цифре, я говорю о системе блокчейн, в частности для примера эфира или криптовалюты. При любой ее волатильности, как бы ее ни ругали, это единственное честное внимание валюта, не зависящее от политических умозрений тех или иных групп или группировок. А почему наш эмитент, центральный банк, является акционерным обществом? Как бы тебе, Владислав, тебе хотелось бы создать акционерное общество и имитировать свою валюту на всю страну, и издавать законы, и никого больше не пущу, да? Ну, наверное, ты бы разбогател. Очень. Федеральная резервная система, группа частных банков РС США, да куда ни плюнь. Просто пацаны в свое время подсуетились и создали свои частные деньги, и фигачат сейчас в своих интересах. Да это дети просто, это держатели, им дали чем-то порулить. Вы посмотрите на пацанов, которые владеют фондами, где не рыночная капитализация, а только денег в обращении от 3 до 8 триллионов долларов. Посмотрите там фамилии, посмотрите из каких семей, задайтесь вопросом, почему банк в Базиле, частная структура, выпускает базильские соглашения, которые принимают все центральные банки стран мира, включая Базиль-2, сейчас заканчивается реализация, начал реализовывать Базиль-3, включая наш центральный банк, Банк Китая, Банк Англии, ЕЦБ, ФРС и так далее. Вот какие вопросы надо задать. И тут появляется, они же, этот бред, прости господи, когда я читаю очередного экономиста, он пишет работу о цикличности экономиста, ты что несешь, какая цикличность экономических кризисов, кризисы заранее планируются, четко осуществляются, когда надо заканчивать, заканчиваются. Крипта, это единственная валюта, которая этому дурдому не подвластна. Уважаемые коллеги, сошлюсь лишь на то, что написано в официальных документах про цифровой рубль. Центральный банк подготовил единую платформу, на ней будут происходить расчеты. Это типа более быстрые и более быстрые и мгновенные расчеты, чем платежные поручения и чем безналичные расчеты. И они собираются создать цифровой рубль, потому что над цифровым рублем у них точно будет больше контроля. Тут стопроцентный контроль, там уже ничего не подделаешь. А так как все транзакции в цифровом рубле будут осуществляться через платформу ЦБ, то мы прекрасно понимаем, что все мы под микроскопом будем. Вот истинная цель создания цифрового рубля, просто поставить нас под микроскоп. Дальше выражаю свое мнение, возможно я ошибаюсь, будем считать это моим оценочным суждением. А следующая цель – отмена наличного денежного обращения, а долгосрочная цель, когда все это заработает, может быть и отмена фиатного рубля. И пока что то, что я вижу, все-таки побеждают сторонники крипты. И поэтому хорошая новость в том, что крупные корпорации, крупные финансы начинают в цифру уходить, и они одновременно способны хоть как-то контролировать политиков и политики там от них зависимы. Поэтому я не ожидаю отрицательного сценария с точки зрения того, что общемировая цифра, имитируемая центральными банками, задавит крипту и вообще систему блокчейна. Я этого не ожидаю. Как вы думаете, а Российская Федерация, вот мы в принципе, если посмотреть наши мозги, мозги российского народа, да, с точки зрения IT, хай-тек, ну они востребованы по всему миру. Да. Как вы думаете, есть ли вообще шанс у Российской Федерации быть, если везде будут вот такие катаваси происходить, стать неким оазисом безопасности для криптонов всего мира? Это вообще реально, как ты думаешь? И не только для криптонов, а вообще для ноу-хау и высоких технологий. Здесь есть две вещи. Прямо сейчас, по состоянию на март 2021 года, с одной стороны, правительство издало вот такую пачку постановлений и собирается из России сделать великую цифровую и научную державу, и чтобы мы вошли там в области образования, в десятку крупнейших стран мира, и чтобы у нас, если бы вы знали, сколько денег на это предусмотрено, там просто триллиарды рублей, триллионы рублей, в прямом смысле слова, на этом предусмотрено. Я когда это анализировал, такая пачка постановлений правительства. И там и развитие цифр, и развитие инноваций, и программно-обочистительных комплексов, и создание дата-центров. То есть по их документам мы должны в ближайшие годы быть в этой области, впереди всей планеты. Но дальше ставлю запятую, но пункт номер два. Надо понимать, что творческим людям и инноваторам нужен свежий воздух. А в нашей стране, к сожалению, дышать становится нечем. Нужно, чтобы этот молодой мальчишка, который сидит и что-то гениальное изобретает, понимал, что завтра к нему не придут пацаны из ФСБ, и не предъявят, не придет еще кто-то, и не отнимет. С точки зрения, например, налогового контроля, я же знаю, о чем я говорю, Российская Федерация первое место в мире занимает. Налоговые органы других стран заглядывают нашим налоговикам в рот и говорят, научите нас, дайте нам такую же платформу, мы тоже своих граждан хотим так же контролировать, как вы контролируете. Вот в этих областях мы займем первое место. Поэтому мой ответ, говорю это с сожалением, я не верю в светлое, рациональное, научное и цифровое будущее России. Я не верю, а мы получим цифровое будущее по контролю над каждым нашим вздохом. Вот тут же все готово. Я понял, в принципе, ваше положительное отношение к криптовалюте. Да, положительное. Но оцениваете ли вы еще технологические риски безопасности к криптовалюте? Конечно, конечно. Так они же у крипты в миллион или в миллиард раз меньше, чем любая цифровая платформа государственная, где о нас собраны абсолютно все данные. Мой сын показывал мне, пап, смотри, вот на тебя. Есть какая-то программулина, и она автоматически выдает всю информацию о тебе, какая только есть. Где зарегистрировали, на чем ездишь. Когда тебя взламывали, какие пароли у тебя украли, с кем дружил, с кем спал. А вы представляете, когда вот это все будет храниться? Ведь что безопаснее, хранение всего этого на едином защищенном сервере? Или когда у нас это хранится на сотнях тысячах соответствующих ячеек, где ты ничего не подделаешь, где идет по системе блокчейн сплошная перепроверка в этих узлах данных? Да крипта в миллиард раз будет безопаснее всего этого вместе взятого. А как вы относитесь к текущей ситуации с, допустим, топовой криптовалютой, сейчас вокруг нее хайп, это биткоин, в том, что, допустим, те же майнинговые мощности, то есть вот эта поддержка сети, она сосредоточена только в Китае на 80%. Для вас это является риском? Является. Я боюсь, что Китай действительно захочет стать гегемоном на планете Земля. И если он станет этим гегемоном, должна быть здоровая конкуренция между системами, политическими, экономическими, финансовыми. Только наличие здоровой конкуренции позволит этому миру развиваться. И вот это большой минус по поводу того, что Китай контролирует 80% майнинга крипты, а конкретно битка. И я тебе уверяю, другие корпорации это видят. Короче, все больше и больше будут появляться мировых игроков, которые будут выпускать еще более надежные криптовалюты. То, что биток вот так вот фигачит, скачет и растет, давай скажем честно, это игра больших дядек с большими деньгами в том числе. Большие дядьки просто на этом зарабатывают. Ни моих, ни твоих денег не хватит на то, чтобы создать условия для заработка. Это Илон Маск может вложить полтора миллиарда, а потом сказать, биток хороший, хлопать. Продать на этом моменте. Продать на этом моменте и выйти. Да-да-да, и молчать. И молчать. А когда захочет закупиться, скажи, что плохой. Да-да-да, скажи, что плохой. Мы такой пануть с тобой не можем, поэтому играть с ними, это все равно, что играть кошки-мышки с нашим центробанком. Но я бы не стал ставить только на один биток. Вот уверяю вас. Да, может быть, не будет никакого взрывного роста от новой крипты, которую будет имитировать норильский никель. Да, может быть, крипта норильского никеля не станет мировой валютой. Но, дорогой мой, неужели ты думаешь, что Америка потерпит, чтобы только Китай владел криптой? Уж чего-чего. А Америка, их экономика равна китайской. Добавь туда Евросоюз, они в два раза сильнее Китая будут. Добавят к себе каких-то стран еще. И они наверняка начнут играть в том числе, хотя бы против Китая в этом отношении, для того, чтобы хоть какой-то баланс интересов соблюсти. Ведь мы же прекрасно знаем, Япония легализовала крипту. Ряд европейских стран легализовали. Я не помню, какой-то Балтийской стране. Регистрировать и так далее, заниматься криптой. Поэтому ответ простой. Китай – это большая угроза и опасность. И наверняка будут, найдутся страны и люди, которые создадут что-то свое. И вот тут надо смотреть внимательно, что выстрелит, и входить в это. Услышали? Нужно внимательно следить за тем, что выстрелит, и входить в это. Если вы будете сидеть ровно и смотреть ТВ-1 и сериалы по вечерам, или бегать по хайпам, то для вас ничего не выстрелит. Тупо будете обсуждать с соседями или друзьями, что все подорожало, а зарплату хоть и подняли, но она не покрывает ваши необходимые потребности. Я вам поставлю нарезку, где вы услышите тонкий намек на то, что может выстрелить. Вы сейчас присматриваетесь ли к каким-то криптовалютным проектом? Уже решил, буду покупать, буду делать. Короче, у меня план есть. Я пока тупо следую своему плану. Для начала скажу, почему у меня нет крипты. Ну, короче, я не мог подставляться. Я на виду, потому что в России это было незаконно. Я ждал, пока примут закон. Все, сейчас легализовали. Я являюсь квалифицированным инвестором. Почему нет? Короче, я сейчас заканчиваю там некоторые институционные проекты, которые я давно начал. И как только я закончу институционные проекты, месяц-два, ну, там, немножко осталось. Я приду к тебе, и ты мне посоветоваешься. С удовольствием поделюсь над ними. Я серьезно говорю. Сын у меня уже зарегистрировался, уже начал там что-то изучать, покупать. Илюха, я чуть-чуть с другими деньгами приду попозже. Но 100% приду. 100% приду. Если бы вам сегодня позвонил ваш близкий друг, который вот рассматривает, вообще понимает, что все происходит в нашей стране, в мире, и он понимает, что что-то надо делать. Вот правильно вы сказали, что нет уверенности в завтрашнем дне у бизнесмена. К сожалению, нет. Небольшой момент в фрагменте. А как они реагируют вообще на криптовалюту? Какой-то есть интерес у текущих российских предпринимателей? Офигеть просто какой интерес. Вот так даже. Я серьезно говорю. Офигеть. Они считают это чуть ли не единственным безопасным прибежищем. Серьезно. Под каждым роликом спрашивают. Туров, когда будет эфир по крипте? Туров, когда будет эфир по крипте? На семинарах спрашивают. А почему грудовой учебный центр сделаем по крипте? Я желал, что мы один из трех с вами, да. У бизнесменов колоссальный интерес. Как вам такой поворот? Туров придет к Вячеславу за советом, что купить. Причем придет с другими деньгами. А сын его уже зарегистрировал там что-то и внимательно изучает. У меня тут же возник вопрос. Какую еще крипту, кроме призм, развивал Цой? На его канале, кроме призм, он ни о чем больше не говорил. Мало того, в одном из роликов он конкретно сказал, что у меня только призм. Я больше ничего не развиваю. Прослушав весь часовой стрим, вы заметите, что за этот час они между собой ни разу не произнесли слово «призм». Видимо, не время в таких беседах пиарить этот блокчейн. Понимаете, да? Задушат в зародыша. Наверху есть указания для всех, кому и что всем пиарить. А слушаются, применят меры для особо ретей. Недаром через два месяца после этого стрима Туров выставил ролик на своем канале о получении всех юридических сертификатов на призм в Российской Федерации. Поэтому, друзья, следим, что выстрелит и когда выстрелит. Ну, а мне бы, конечно, хотелось почитать ваше мнение. Какую же все-таки криптомонету имели в виду Туров и Цой? Напишите об этом в комментариях. Что вы думаете? Ведь неспроста Цой задал вопрос, а как вы относитесь к российским IT-технологиям? Ведь призм создали не за бугром, и все лицензии на призм получены в Российской Федерации. Виталий Бутерин, создатель эфириума, вторая, скажем так, крипта в мире, озвучил следующий момент, что сложность сегодняшней криптовалют, вообще всего мира, заключается в том, что люди предпочитают хранить свои активы у посредников. То есть, так называемый, использовать кастодиальные сервисы. Не лично создавать приватную фразу и владеть ею, а именно взять какой-то сервис, найти посредника, доверить ему свои активы. И, собственно говоря, это ведется по сословке Буталия Бутерина, это основная проблема. В принципе, очень похоже на то, что происходит сейчас с фондовым рынком, с банковским сегментом. Это правда. Вот как вы считаете, насколько это действительно правильно, насколько вообще это актуально, что люди не владеют своей криптой, и насколько это вообще правильно в системе или в технологии? Нет, это все-таки неправильно. Либо, как минимум, как это сделано по государственным облигациям и ценным бумагам тех же европейских стран, ну, так как я вкладывался, я знаю это, если мой депозитарий накроется медным тазом, и банк накроется медным тазом, то вся эта информация, так как она дублируется в соответствующих финансовых органах, будет передана в другой банк, передана в другой депозитарий, и я ничего не потеряю, потому что это сделано под гарантией правительства. То есть, либо мы пойдем вот по этому пути, либо будут созданы все-таки какие-то большие дата-центры, и это будет взаимоувязанная система. То есть, мы сможем это хранить у себя, и одновременно это дублируется в соответствующих дата-центрах. Я уверен, что это родится, это появится довольно быстро. Опять же, это вопрос востребованности этой услуги рынка. Ну, давай скажем честно, сколько процентов населения Российской Федерации вообще осведомлены о том, что существует такая вещь, как крипта? Ну, не такой уж большой процент, да. Он только постепенно сейчас начинает. А я смотрел, сколько собираются там участвовать. 2% только собираются там что-то как-то подходить, к этому как-то вкладывать. Мы в самом начале этого рынка находимся, по большому счету. А сейчас они потихонечку прочухают и начнут покупать то, чему больше люди доверяют. Внимание, любая финансовая система планеты Земля ничем не обеспечена. Они надержатся только на доверие. А если рассматривать причины этого доверия, то частник частнику доверяет больше, чем какому-то государству. А если это в виде системы блокчейна, распределенные ячейки по хранению всей этой информации, здесь доверия в разы больше. Поэтому люди неизбежно будут нести свои рубли, которым они меньше доверяют, или доллары, переводя их в то, чему они больше доверяют. Это просто неизбежно с этим справиться невозможно. Так что все в порядке. Но, давай подведем итог. Либо государство скажет, я гарантирую все операции по крипте, я бы на месте государства так и сделал, дабы они хоть как-то начали в этом рынке участвовать, выступая гарантами по крипте. Либо будут рождены какие-то дата-центры, которым мы доверяем, с одновременной возможностью влиять на ситуацию и хранить эту информацию. Проблема глубже. До тех пор, пока человек чего-то не понимает, он этого сторонится, относится из-за собственного непонимания к этому осторожностью, и он, не понимая этого, сюда копейку свою не принесет. Если ты, как сторонник цифры, я имею в виду на данном случае крипту, хочешь, чтобы в этот рынок вошло больше людей, просвещай их. Просто просвещай их. Одними вот этими уговорами и нашими радостными возгласами относительно крипты не обойдешься. Возгласы понимания не добавляют. Доверие какое-то, да, появляется. Ты авторитет, тебе доверяют, доверие. Но человек понесет свою копейку тогда, когда он эту область начнет понимать. Поэтому вам придется создавать, если вы хотите остаться на коне, если вы хотите быть законодательными мнениями, вам придется создавать эти курсы, открывать эти школы и так далее. Сообществу как-то реально вообще воздействовать на те законы, которые создают, ну, как я вижу, люди, не совсем понимающие, что такое криптовалюта. Да, открываю маленькую тайну. Надо показать нашим чиновникам, что лучше им хранить свои деньги не в виллах на Лазурном берегу, а в крипте. Они просто уже, понимаешь, они подостроили так много вил, а им надо объяснить, что когда у тебя много вил, их же содержать надо. Тебе же одной хватит, в принципе, для отдыха. А если кризис какой-то на месте, ты ее хер продашь. С точки зрения безопасности, опять же, это небезопасно. Виллу пришли, арестовали, отняли. Поэтому вам надо продать идею нашим чиновникам. Как один начальник, большой начальник из налоговых органов говорил, что там Туров рассказывает про какие-то инвестиции, вообще ничего не понимает. И он сказал, где они деньги хранят. Назову только страну Швейцария. Вот оно как. Да, там тоже безопасно. Но там условия плохие. Условия, да. Я не шучу. Вы поймите, с одной стороны я с какой-то подколкой сказал про чиновников. Но давайте возьмем тот же самый закон. Человек не любит, ненавидит и сторонится, и нападает на то, что он не понимает. Ребята, начните участвовать в конференциях, где присутствуют чиновники. Начните им доносить эти идеи. Не давите на них. Не надо сейчас никаких законопроектов писать. Разъясняйте им. Разъясняйте им выгодность этого. Они просто этого не понимают. Как только они поймут, они первые к вам придут и скажут, слушай, давай сейчас вот мы чихонечко принесем тебе несколько ярдов. Помоги вложить и никому не говори. А потом всем там всех остальных пустим на эту площадку. Начните с этого. Начните с просвещения. Это же хорошая тема. Есть, допустим, ниша молодежь. У них там свои авторитеты. Свои авторитеты. И вот этот Олег, парень, который я его назвал, он как раз авторитет среди вот этих молодых пацанов. Ну, сыновьям не годится. А если я перед пацанами выступлю, ну, может быть, они скажут, да, дядька неплохой. Ну, как бы. Ну, я не знаю, как воспримут, понимаешь? Ну, тебя лучше воспримут, чем меня. Поэтому я бы вам рекомендовал сегментирование. Вот прям объявляйте заранее. Вот для молодежи, вот для среднего класса, вот для мира бизнеса, вот эфир для домохозяек. И везде свой язык, везде свой сленг, везде своя разная подача информации, везде разные интересы, разные суммы. Но если вы будете проводить эфир просто для людей, которым там куда пристроить свои 50 тысяч рублей, ну, я на этот эфир не приду, чем мне там делать. А если вы будете проводить эфир с каким-то более-менее серьезным анализом рынков, где можно принести там 100-200 тысяч миллион долларов, тогда я к вам приду. Где будет более-менее серьезный технический анализ, где будет присутствовать трендовый анализ, где вы мне покажете корреляцию рынков, волатильность и все остальное, где вы мне позволите самому принимать решения, где вы ответите честно на все мои вопросы, а не будете пытаться продать что-то свое, тогда я готов заплатить за это и приду, понимаешь, какая штука. Поэтому вам нужно сегментировать аудиторию. Вы пока, давай скажу честно, вы пока порхаете. У вас нет плановости. У вас, у владельцев этого российского рынка, я не вижу никакой плановости. Более того, я не вижу никакой согласованности в ваших действиях. Это точно. Вы вообще должны благодарить Минфин, Центральный банк и ФНС, что они приняли такие законы, хоть что-то легализовали. Совершенно верно. Потому что до этого все это, криптонарм, непонятно, нет законов. А я тебе отвечу, почему они легализовали. Они пронюхали, что в этом тема. И они сейчас начнут заводить свои активы туда. Надо успеть быть первым. Надо успеть, куда именно надо заводить. И куда именно заводить, совершенно верно. Хорошо. Друзья, это был Владимир Викторович Туров. Подписывайтесь на канал, ссылка будет под описанием. Обязательно напишите ваши вопросы, которые вы хотели задать еще лично Владимиру Викторовичу. И до встречи, как минимум, в Клавхаус. Когда речь зашла об Утерине и о хранении приватных ключей на сторонних серверах через посредников, лично мне сразу стало понятно, что речь идет о блокчейне призм. Думаю, что мало кто знает, ну кроме призмачей, конечно, что на сегодняшний день из 16 тысяч монет, зарегистрированных на CoinMarketCap, только у одной единственной монеты призм вы имеете свой личный кошелек без посредника. Думаю, именно это и зацепило Турова. Поэтому весь диалог был закручен на теме о том, что мы все с вами под микроскопом. Поэтому Туров дал Вячеславу 4 очень полезных совета. Сгруппироваться всем криптоэнтузиастам и не враждовать между собой. Создать обучающий форум. И, кстати, после этого стрима он помог ему этот создать. Это никому ни о чем не говорит. Туров предложил подавать информацию для разных слоев населения на их сленгах. И это очень правильный подход. Но предложение доходчиво рассказать тему о криптовалюте среди чиновников, это самое актуальное предложение. И я уверена, что Вячеслав с этим справится. Потому как чиновники давно об этом мечтают. И Туров подтвердил, что его подписчики очень ждут намека на какую крипту инвестировать. Да все сейчас мечтают, куда инвестировать так, чтобы сохранить, да еще и приумножить. Причем при стопроцентной анонимности. Ведь сегодня каждый, просыпаясь, мечтает иметь свой печатный станок, да еще в своем личном кошельке без посредника. Как тот же Центробанк. Помните вопрос Турова к Вячеславу? Не хотите, Вячеслав, печатать свои деньги? Вы прочувствовали вдохновение Турова в конце встречи? Такое впечатление, что он наступил на золотую жилу. Его предложение Вячеславу создать обучающие курсы по образованию в области блокчейн-технологии – это не просто помощь. Я даже не знаю, как это назвать. То есть Туров предложил хоть и долгий путь к успеху, но зато очень верный и надежный. И я уверена, что это сработает. А вы как думаете? Ну, напишите свое мнение под этим роликом. Что вы думаете об этом? На этом у меня все. Всем желаю удачи, терпения, следите за новостями, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк. С вами была Валентина Синема-2.